Разобрать, хотя бы, скажем так, в целом, еще поработать чисто практически, поэтому не будем тратить время. Значит, следующий уровень фасции, да, глубокая, помните, вначале мы давали классификацию, поверхностная, глубокая, вот, так вот, глубокая фасциальная система образована глубокими фасциями, значит, просьба, да, не путать глубокую фасцию, фасциальную систему, с глубинным листком поверхностной фасции, вот тот, который рубцы даем, да, вот, так вот это не одно и то же. Значит, глубокая фасция, она связана прежде всего с внутренними органами и сердечно-сосудистой системой, то есть это фасция, которая, как бы, да, второй ее уровень. Значит, на основании черепа она прикрепляется, плечевой и тазовый пояс, позвоночный стол, кроме, вот здесь интересно, потому что это пригодится для практики. На основании черепа, или нет? Тазовый пояс, то есть тазовые кости и позвоночный стол, причем свободный от, ну, так мысли можно сказать, да, то есть она не прикрепляется, не контачит с глубоким листком фасции, вернее, с глубокой, ну, с глубокой частью, с глубокой системой фасциальной. Не контачит позвонки от Т5 до Т11, то есть грудной отдел от 5 по 11 позвонок, они не свободны, они свободны от этой фасции, там нет, нет точек соприкосновения. Позвонки Т5 до куда? Т11, ну, скажем, 2 трети грудного отдела, значит, и нижние конечности. Значит, таким образом мы видим, что поверхностная система и глубокая система имеют несколько костных точек соприкосновения. Те же кости плечевого пояса, те же тазовые кости, то есть там есть общие точки соприкосновения, то есть это характеризует или это доказывает единство фасциальной системы. Значит, на уровне головы и шеи глубокая система образована фасциальной системой глотки. Фактически то, что подъязычная кость вот держится и крепится, она обязана этим вот глубокому фасциальному листку. То есть за счет того, что вот идет, да, глотка идет в фасциальном мешке, то краем она удерживает подъязычную кость в определенном положении. То, что подъязычная кость дает возможность двигаться, да, это благодаря глубокой фасциальной системе. Значит, значит, сверху глубокая фасциальная система, она соединена с мышцами лица. И вот то, о чем ты говоришь, когда провисает подбородок и так далее, и так далее, морщины, тонус, тургор и все проблемы с лицом, они связаны с глубокой фасциальностью. Не с поверхностью, как казалось бы, и было бы гораздо легче с ней работать, а с глубокой. Значит, соответственно, шейные позвонки сзади задействованы или фиксируют глубокую фасцию. Соответственно, вот, исходя из этой анатомии, мы делаем в шее на определенный вывод. А именно, любое поражение шеи и органов, лежащих в этом районе, влияет на механику черепа и шейных позвонков. Что из этого следует? Из этого следует, что даже банальный трахеид, вот эта тема будет очень интересная, кстати, вам обоим, наверное, только у каждого в своей сфере. Любой банальный трахеид, любое банальное, скажем, изменение голоса, любое банальное повреждение, скажем, той же грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, вот, она меняет механику не только внутри черепного давления и так далее, но и шейных позвонков. И наоборот. То есть, соответственно, работая с шейными позвонками, мы благополучно... Излечим это состояние. Излечим это состояние. Кстати, китайцы, это, знаю, тысячелетия тому назад, если мы вспомним биологически активные точки, то все точки, связанные с нарушением слуха, голоса и так далее, они располагаются вот в этом районе. Вот занимает эти углукалывания, да? Да, в том числе. В том числе. То есть... А это долгий кусток, да, калунин? Если ты знаешь точки, то это полчаса достаточно. Ну что? Да, ну, нужно знать точки. Ничего не буду делать, так это углукалывание. Знаю, знать точки. Сделал корейский сериал, потрясающе. Сама техника углукалывания, она очень проста. Проблема в другом, нужно знать, куда калывать. Именно. Не, не просто знать там... Знать, куда колоть долго, а если ты знаешь точки, то... Это все равно все, короче, соединяется, потому что знать, куда, надо при любом, какую бы технику вы не применяли. Ну да. А когда вы уже знаете, куда, то уже не важно, какая техника. Значит, идем дальше. Грудной отдел. Грудная клетка. Значит, глубокая фасция в грудном отделе формирует две, ну, глобальные структуры. Во-первых, она формирует два листка плевры. То есть, как бы, да, продолжение вот шейного, глубокого шейного, шейной структуры. Значит, что значит два листка плевры? Спускаясь вниз, она огибает легкие и разделяясь на два листка. Один листок, он практически лежит на легочной ткани. Многие считают, что он с ней срастается, но он с ней не срастается, он просто плотно покрывает. А другой, как бы, да, выстилает грудную клетку изнутри. И легкие получаются вот в этом мешке. Поэтому, когда прорывается наружный край вот этой вот, да, плевры, вот этой листка фасции, мы получаем, то есть там вакуум, да, мы получаем так называемый пневмоторакс, то есть проникновение воздуха между листками плевры. Плевры, причем, получается, что легкие, они находятся под внутренним листком, а между внутренним и наружным листком есть плевральная полость. Значит, то есть вот это вот, причем, самое интересное в этой структуре, это для нас, это не то, что там есть два листка, а то, что листок плевральный, то есть фасция, да, прикрепляет седьмой шейный позвонок к первому ребру. И вот этим анатомическим моментом... Какое позвонок у первого? Первое ребро и седьмой шейный позвонок мы будем пользоваться очень часто, потому что, ну, во-первых, опять же, возвращаясь к китайцам с их точками, воздействие на практически самые эффективные точки, снимающие кошлевой синдром, они располагаются в районе первого-второго ребра. А с другой стороны, при работе той же, в той же кинезиологии и остеопатии, да, изменения любые тракции седьмого в районе седьмого шейного позвонка, они делают то же самое. То есть вот это единая система, мы можем идти и оттуда, и отсюда. А основания снимают? Точки, приступы. Да. Да, конечно. Есть точки, великолепно снимающие приступы, я не знаю. Это нам надо. Ну, ради бога. Давид знает, должен знать. По крайней мере, у него написано. Точки, которые снимают, да, очень хорошо действуют и так далее. Не, просто астма – это одна из моих, как бы, проблем. Если приходит человек с тяжелой астмой, то вот, когда я начинаю работать, то там сразу начинается, как бы, не то чтобы приступ, но, в общем, как бы, невозможно лежать, потому что там раздражается слизистая сразу же, и, как бы, начинается активный кашель. То есть нужно либо сразу брызгалку, либо какие-то другие методы. Это вот, смотри, очень просто. Грудь, средняя грудинная, средняя ключичная линия, вот, ключица, берешь середину. Да. Спускаешься на уровень второго подреберья, межреберья, точка раз, и поднимаешься на уровень, на границу ключицы и первого ребра. Вот эти две точки, приступ снимется мгновенно. Интересно. Все очень просто. По часовой стрелке, средний пальцем. Эти точки симметричные? Конечно. Если две, под две скорости. Кстати, туда даже можно и голос поставить, пока ты работаешь. Если он лежит. Или шарик, он тут. Нет. Шарик нет, потому что шарик требует длинного. Шарик можно, шарика можно поставить сюда и отпустить его, когда он уйдет. Он будет ходить с шариком, он придет к тебе, у него не будет приступа. Ага. А здесь, если ты работаешь, допустим, с этой стороны, чем хороши иголки, что симметрично, поставил на здоровую сторону и работай с больной стороной сколько хочешь, он не даст. Симметрично желательно всегда ставить, да? То есть не на одну сторону, скажем, корректируем, а на обе для сравнения? Нет, эффект не усилится. Здесь выбираешь по тому, как удобно. Вот то, что я сказал, работает с одной стороной, здесь иголка мешает. Поставь симметрично на противоположную сторону, на тот же меридиан, и работай с этой, эффект будет тот же самый. Майя загрустила. Нет, не загрустила. Это наоборот задумалась. Но это, Давид, надо вспомнить себе, то, что мы проходили рефлексотерапию, вернее, точный массаж, там я как раз об этом вам говорил. Это основа. Такая хорошая астма, она так не валяется, так пусть не найдешь. Какие вкусные произведения, а? Не, у меня просто несколько лет назад была парочка, вот, какого быть не было. Значит, дальше идем по... То есть, с плеврой мы разобрались. Следующую структуру, которая образует глубокая фасция, это перикардическая сумка. То есть, сердце состоит из трех слоев, напоминаем. Самый внутренний – это эндокард, средний – это неокард, мышечная оболочка, и наружный – это перикард. То есть, это наружная, это мышцы. А не торопимся. Эндокард. Неокард. Неокард. И перикард. Это инфаркт миокарда. Да, это мышечная оболочка. Перикард, да. Соответственно, эндокардит, неокардит и перикардит – это воспалительные процессы. Кто или иной. Вот. Значит, сам по себе перикард, то есть, как слой сердца. Да, то есть, о чем я говорю? Мы сердце разрезаем, раскрываем, да, вот так, да. То перед нами будет в разрезе три слоя, которые я назвал. И самый верхний – это грубый, соединительный тканный слой для защиты сердца. Называется перикард. Так вот. Прошу прощения, важное, может быть, уточнение. В китайской медицине очень большое внимание выделяется именно перикардом и меридианом его. И как отдельная система воспринимается, комплексно связанная со всеми своими системами. Тогда ведь, мы как раз к этому и идем. Это глупо… Сейчас я как раз об этом и скажу. Почему? Потому что тут точно так же, как плевра. Но плевра менее доступна. А вот перикард, почему там не сам перикард, как раз не нам не договорить, тогда станет все понятно. Дело в том, что вот это вот один из элементов глубокой фасции, он как раз и облегает саму сердце. И создает, поскольку он практически вплотную ложится к перикарду, вот эта сумка, которая, как бы, да, в которой находится сердце, называется «перикардическая сумка». Интересно, когда делают анализ крови, когда проверяют, есть ли есть повреждения мышцы, это, в принципе, это все эти три слоя они проверяют для какой-то поверхности, только перикард? Значит, по анализу крови… Антитромбин? …повреждения нет. Неправильная постановка вопроса. По анализу крови определяют движение крови по сосудам. Они смотрят… Антитромбин – напряжение сердечной мышцы? Они могут определить только по кардиограмме. Я тоже думаю, а как по анализу крови, что там можно увидеть? Нет, я тебе скажу, я тебе скажу, что там можно увидеть, но это… Это определить… Нет, 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 сейчас, сейчас, секунду. Вот, косвенно, косвенно можно определить по показателям, которые определяют сгущение крови. Почему? Тот же протрамбин, тот же индекс, тот же гематокрит, то есть концентрация гемоглобина в элементе движения. Почему? Потому что при нормальной работе мышцы как бы подразумевается, что кровь успевает… Как сердечная мышца замедляет работу, как бы, да, кровь движется меньше. Но дело все в том, что это показатель очень не четкий. Почему? Потому что причина может быть совершенно в другом. Причина может быть в изменении диаметра или нарушении тонуса стенки сосудов. В любом месте тела. Конечно. И тогда вот почему эти показатели, о которых ты говоришь, они показывают только конкретно изменение движения крови или изменение вязкости крови в сосудах. Почему? Это второй вопрос. И вот здесь, скажем, если мы хотим определить работу, скажем, вот, а то, что ты спрашиваешь, это показатель исключительно работы мышцы сердца. Но вот исходя из тех знаний, о которых мы говорим, понятно, что любое нарушение работы мышцы сердца не может не задействовать нарушение фасциальной структуры. Соответственно, перикардическая сумка тоже будет страдать. А дальше возникает ситуация, что первичная, что вторичная. Нарушение фасции влечет за собой изменение мышечного тонуса, в том числе и миокарда. Соответственно, и лечение, да, можно работать с мышцей, добавляя, скажем, да, какие-то кардиотропные препараты, которые улучшают работу мышцы сердца и восстанавливают. А можно работать, изменяя тонус перикардиальной сумки и таким образом восстанавливать работу мышцы сердца. Аркадий, а вот Эндокарт, например, вот скажем, тахикардия, да, вот как бы, например, у него, у него явно как бы причина лежит как-то не в самой мышце, а внутри больше. И есть возможность с этим как-то работать? Ну, есть возможность работать совсем. Но тахикардия это, смотри, есть ситуация, разные ситуации, связанные с работой мышцы сердца, а есть ситуация, связанные с работой центра водителя ритма. Вот, вот там у него есть, в смысле, не только у него, у всех, наверное, там есть такой большой нерв, какой-то такой сложный с такой формой. Вагус называется. Не знаю, как он называется. Блуждающий. Не знаю, не знаю. Ну, в общем, короче, вот у него, и у него есть четкая связь между, скажем, вот этими точками. Солнечное сплетение. Да, и туда. Значит, солнечное сплетение, это как раз центр. Мы его возьмем в качестве этого. Мы его возьмем в качестве этого. Да, у кролика. Кстати, есть такой жесткий, но очень эффективный способ восстановления ритма сердца. Какой? Сюда. Бабах. Очень сильно. Выбой. Можно наоборот выбить. Как раз осознать себя. Нет, ничего не выбиться. Ничего не выбиться. Почему? Потому что воздействие… Нет, но это если приступ, допустим, а если у него вот просто регулярно, вот скажем, идет тык-тык-тык-тык, стоп. Тык-тык-тык-тык, стоп. Это называется аритмия. Ну вот… Нарушение аритмия. Да. Вот это воздействие на это солнечное сплетение. Но то, как вы ему этот позвонок шестой поправили, стало лучше. Стало лучше, но есть. Кстати, ганмайпадий тоже есть. В современной ганмайпадии классический-то точно есть. А в современной ганмайпадии есть специальный препарат для этого. Берем. Попробовать. В любом случае попробовать. Нет, у него-то это как результат, с моей точки зрения, у него это результат тяжелого, многолетнего курения. Мы с ним на эту тему ругаемся и будем ругаться. Да. Да. Я тоже так же ругаюсь со своим мужем. По этому поводу. Вот не надо делать все… И СЭФа, понимаешь, дело все в том, что причины… Да. Из муки, старый сло, можно сделать можно, конечно. Это суть нарушил сбой центра водителя ритма. Вот. Почему он произошел, по большому счету никто не знает, никогда и не узнает. Чин может быть, скорее всего, несколько. Инфекция, стрессы, отравление тем же никотином, все что угодно. Стрессы. Стрессы, да. Ага. Ну конечно, да. Стрессы. 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 Хорошо, что у каждого свои собственные мозги, каждый сам. У девушки большие комплексы, идущие с детства по поводу курения и алкоголя. У меня тоже. У меня тоже. У меня тоже. У нее. Поэтому не надо нам. Не надо нам. Ты здесь поддержки не найдешь. Да. Посмотрите. Кстати, к вопросу, к вопросу о работе, в том числе с мышцами, сердечной мышцы, потому что вот эта вот сумка перикардиальная или перикардическая, по-разному даже, особенности перевода, да, с латинского, вот, она прикрепляется, да, у нас не только кси, она прикрепляется оттуда, на уровне седьмого шейного, четвертого грудного позвонков. Соответственно, если мы хотим кардинально менять или, скажем, воздействие на работу сердечной мышцы, то мы работаем на участке позвонков от С7 до Т4, от седьмого шейного до четвертого грудного. Как шейные именуются? Си. 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 чтобы ты поняла, что это может быть при каких-то болях, при нарушениях. Нарушение ритма – это немножко другое. Это центр коры головного мозга, который посылается. Здесь мы воздействуем. Вот этим и другие позвонки. Соответственно, это получается от пятого грудного до... Одиннадцатого грудного. Если мы говорим о работе блуждающего нерва. Т5 по Т11? Нет. Т5, Т11. Да, это работа блуждающего нерва. Почему он не только инверсирует ситуацию... А какая у него форма вообще этого блуждающего нерва? Пятая и какой? Т5, Т11. От Т5 до 11? Да. В смысле? Ну, вообще, вот как бы, потому что внутри сердца, скажем, есть вот какая-то нервная структура. А она к нему связана вот с солнечным сплетением. Как это вообще? Нет. Он идет из спинного мозга. Блуждающий нерв выходит где-то на уровне С7, Т1 наружу. А дальше идут веточки. Но веточки собираются в сплетение. Одно из сплетений, наиболее доступных для нас, это солнечное. Потому что, вот смотри, вот идет ветка, и дальше как этот корень. Вот. И вот этот корень, он идет, вот так обхватывает, соединился. Вот так обхватывает, опять соединился. И так далее. Просто те остальные сплетения, где веточки его сходятся, нам недоступны в основном вдоль брыжейки. Это вам недоступны. Я хочу знать, как они идут. Я тебе скажу. Хорошо. Желудочно-кишечный тракт, место прикрепления тонкого кишечника к задней стенке брыжейки. Вот вдоль всего его. Вот так идут солнечные сплетения. В том числе, да. Не только он, но он, как бы, там обязательно присутствует. Вот почему они идут? Они идут вот так вот. Прыг-прыг-прыг-прыг. Вот так он разошелся, там все обхватил, соединился. Опять разошелся, опять соединился. Вот так. То есть он вот так идет. Кто мне скажет, что это все эволюция? Ну вот правда, по-моему, это такое инженерное решение, вообще потрясающее. Да я тоже так считаю. Я вполне не смог бы вам повторить. Да ну это вообще время какой-то. Это явно очевидный проект, причем совершенно гениальный. Я говорю, куда не посмотришь. Я помню, мы когда-то еще на биологии изучили, как вот, например, в женских половых органах происходит овуляция, да, потом там все такое. Это же там настолько все тонкое и настолько все... Какая эволюция вообще? Просто вероятность этого математическая, она не просто ноль, она, по-моему, минус. Причем, причем, что интересно, что мало того, что все сделано правильно, все сделано очень рационально. Именно? Очень рационально. И при том, такое взаимодействие не в многих системах. Нет, там такая сложность вообще всей этой системы, то есть столько компонентов, причем, как бы, функционирование зависит от какого вообще количества, вот физически. И все работает, причем, работает в определенном порядке. Я тоже об этом думал с детства. Нет, я еще тогда, я тогда не могла понять. Я говорю, какая теория Дарвина, я не понимаю. Вот у меня в голове, вот у меня, как бы, мозг очень такой логичный, да, и я вот просто не могу понять. Вот даже теория вероятностей, совершенно математическая, вот с ее точки зрения, это настолько несуществующая вероятность, что просто вообще о чем говорить. Так, идем дальше. Значит, следующий кусок или следующая составляющая глубокого листка фасции – это диафрагма, грудная диафрагма. Значит, что это такое? Грудная диафрагма – это фасция, ткань, пленка, да, пластина, так скажем, которая разделяет, с одной стороны разделяет грудную и брюшную полость, а с другой стороны обеспечивает непрерывную связь между ними. Значит, вот интересно происходит, да, вот эта вот пластинка, она образуется, как бы, да, вот, делается в результате, как три листника. Вот три лепестка, идущие вот так, и оставляющие между ними отверстия для прохождения сосудов и нервов, в частности, а вот, да, как получается, ножки диафрагма. Понятно, да, вот она идет вот так, а дальше идет, как бы, да, три лепесточка, которые соединяются, и получается, что все вот это, она обхватывает, но между ними есть проходы для сосудов и нервов, в том числе, там, аорты, тот же блуждающий нерв там проходит и так далее, и так далее. Значит, скажите, а блуждающий нерв, кстати, просто может быть не по теме, вот люди, которые жалуются, что боли у них возникают иногда, то есть, которые возникают или здесь, или здесь, или в плече, или в животе, то есть обусловлено его именно иметь его воздействие? Ну, насчет живота вполне может быть, насчет скелетной мускулатуры нет, потому что блуждающий нерв в основном иннервирует висцеральные органы, то есть мышцы не скелетные, а мышцы органов и систем, то есть, вот, скажем...